В середине 19 века русский художник Александр Иванов написал знаменитую на весь мир картину явления Христа народу. Монументальное полотно размером почти 5,5 на 7,5 метров описывает события первой главы Евангелия от Иоанна. Своим произведением художник хотел изобразить реакцию человечества на появление Сына Господнего на Земле. Писал-то Иванов картину в Италии, но впервые представил ее публике у себя на родине в Санкт-Петербурге, в Зимнем дворце. Ну а вот на прошлой неделе в том же Питере широкой аудитории после долгой паузы явилась, я честно не знаю, как ее правильно представить, инстаблогер, что ли, Настя Ивлеева. Да-да, та самая, которая устроила перед Новым годом голую вечеринку в одном из модных московских клубов. Очень странно явилась Ивлеева народу, хочу сказать. Вот смотрите сами. Она дает интервью про кремлевскому блогеру, известному в интернете под псевдонимом Лука Ябков. У самой Насти в десятки раз больше подписчиков, чем у Ябкова, но по какой-то причине она появилась именно в его блоге с более чем часовым интервью. В этот раз Ивлеева поражает публику не изумрудом на заднице стоимостью десятки миллионов рублей, а чаем, баранками, скромным макияжем и иконой на пианино. У меня была мечта, что когда я вырасту, у меня появится маломальский доход. Я куплю квартиру обязательно в старом фонде, вот в таком стиле. Была мечта иметь маломальский доход, чтобы купить квартиру с дорогим интерьером в центре Питера. Наверное, у всех есть право иметь собственное представление, что же такое маломальский доход. Так что не будем об этом. Действительно важный вопрос, зачем же Ивлеева явилась народу накануне православной Пасхи. Может, лично Гундяев попросил? А может, еще какие службы, чтобы продемонстрировать ее многомиллионной аудитории, что же такое на самом деле покаяние? Говорят, Россию умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс. У вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что, наверное, сейчас уже происходит, но я не буду уворачиваться. И готова к любым исходам. Вот я перед вами открыта. Всем спасибо. Те крокодильи слезы, которые сразу после той вечеринки Ивлеева обильно лила в Инстаграме, очевидно, никого не убедили. Ну и вместе со всей российской бессменной звездной плеядой Ивлеева сначала ушла в небытие. Приняла решение уйти в режим тишины. Ну а потом, как выяснилось, поехала на оккупированный Россией Донбасс. Я была на Донбассе. Такое было принято решение. Зачем? Чтобы что? Интересно, что из соцсетей Ивлеевой после голой вечеринки исчезли все, хоть их было и немного, антивоенные посты. Исчезли посты поддержки Навального. Исчезло все, что хоть как-то могло порочить Путина и его окружение. Зато теперь все знают, что Ивлеева была в уничтоженном войной в Мариуполе. Конечно, когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город, это совершенно точно тебя не оставляет равнодушным. Почему полуразрушенный? Потому что он активно сейчас восстанавливается. Это уникальное зрелище, как из-за руин рождается новая жизнь. Нет, Настя, Мариуполь – это уникальное зрелище только потому, что российская армия стерла когда-то цветущий город с лица земли. Я бы вообще очень сильно подумал, прежде чем называть Мариуполь зрелищем. Мариуполь – это братские могилы. Военные преступления – это погибшие от голода и обезвоживания младенца. Это десятки тысяч жертв от российских артиллерийских обстрелов и авиаударов. Мариуполь – это точно не зрелище. Но откуда об этом знать Ивлеевой? Провинившиеся перед Путиным инфлюенсеры сделали из Донбасса патриотическую прачечную. Засветил задницу в модном клубе в Москве, засвети теперь и лицом на оккупированных украинских территориях. Вот такая вот выходит история. Чтобы ты понимал, я была на линии соприкосновения. Прям? Да. Меня не пустили. Я была, мы стояли там около минут 15, и просто молчали, слушали войну. Молчали и слушали войну. Странно все как-то. С одной стороны, это не война, а вроде как спецоперация. Ну а с другой, как бы красиво сказать, стояли и слушали спецоперацию, что ли? Здесь без комментариев просто. Почему же Явлеева удалила антивоенные публикации двухлетней давности? Объяснение просто прекрасное. Смотрите сами. Там не было никакого ни разбора, ни понимания, в принципе, даже не знания каких-то маломальских базовых исторических данных, чтобы, по крайней мере, провести какой-то анализ и сделать правильный выбор. Но смысл, в принципе-то, он и остался. Я против любой войны. Это нормально. Нормально, адекватный человек будет всегда выступать за мир. Что касается удаления на недавнем этапе, да на самом деле, что ходить вокруг да около? Это обычный испуг. Обычный испуг и не было исторического понимания. Мне кажется, что учителя истории Насте посоветовали хорошего. Тогда я позволю себе просто 30 секунд или одну минуту маленькую историческую справку. В общем, в сухом остатке. Все интервью длиной больше часа можно не смотреть. Настя собирается открыть свое собственное независимое СМИ, которое будет учитывать, цитирую, две точки зрения. В общем, это что-то такое среднее между западными подсанкционными шмотками и советским кухонным комбайном «Белка». Ну и чтобы вы не обольщались по поводу двух точек зрения, то вот. У аудитории однозначно есть запрос на традиционные ценности. И есть перспективы это популяризировать. Почему нет? То есть люди, в принципе, устали от плоского контента. Его много, и его уже даже сложно сделать популярным. В общем, вы, конечно, смотрите сами, где плоско, а где не плоско. В конце концов, не Ивлеевой вам рассказывать. Закономерный здесь вопрос. Все это вообще к чему? Зачем инстаграмщица с 17-миллионной аудиторией идет на часовой интервью к сильно менее популярному «Зе Патриоту» и при чем здесь иконы на пианино? Конечно, Насте Ивлеевой, как и любому живому существу, хочется кушать. Да-да, именно кушать, а не есть я ничего не перепутал. Ну а во-вторых, а во-вторых, это, наверное, даже скорее во-первых, про попу в России можно рассказывать только одному человеку. Это не просто, извините, резиновый попа. Ну а показывать попу в России вообще никому нельзя. Чтобы, не дай бог, люди не спутали этот визуальный образ с национальным курсом. А знаете еще я вам о чем расскажу? На прошлой неделе я увидел в телеграм-канале пропагандистского информационного агентства «Арти», которым заведует Маргарита Семаньян, вот такую новость. «Арти», оказывается, смотрят в Германии, несмотря на запрет. В сообщении агентства пропагандистского, напомню, агентства, говорится, что только за прошлый месяц было около 6 миллионов кликов на стримах канала. Ну, 6 миллионов кликов – это не 6 миллионов просмотров, и уж тем более не 6 миллионов человек. Тем не менее, по тексту этой новости не тяжело догадаться, как же страдает кремлевская машина от того, что ее отключили от западных ушей и глаз. Но отключили ли полностью? За 10 лет российско-украинской войны Европа, наконец, проснулась и начала понимать, что что-то идет не так. Ну, и с освещением событий в бывшем Советском Союзе из Москвы что-то не так, и, в принципе, на территории матушки Европы что-то не так. Всякие спутники и Russia Today спокойно обладевают местной аудиторией, принимая сказку за реальность. Уже неоднократно журналистские расследования приходили к выводу, что российская пропагандистская машина приобретает все большее влияние на Западе. Это в Украине российская армия совершает местные штурмы. В Западной Европе эти штурмы мозговые. Ну, еще денежные, конечно. Москва покупает блогеров и инфлюенсеров как в Европе, так и на американском материке. Колоссальные средства вкладываются в Латинскую Америку. Россия уже давно полмира держит в информационном окружении. Альянс обеспечения демократии, это одно из подразделений немецкой дочки американского фонда Маршалла, провел исследование, что российские нарративы, как и российские деньги, неплохо отмываются в западном мире. Старушка Европа и в этом отношении комфортна для всех без исключения. Россия поддерживает и провардикальные националистические группы, провоцируя как этнические конфликты, так и продвигая нарратив, что Европейскому Союзу и особенно НАТО расширяться в принципе не стоит. Меня лично поражает, как Россия тратит миллиарды бюджетных нефтедолларов на такую колоссальную пропаганду массированной информационной кампании, но при этом определить цели, которые преследует сама Россия, практически невозможно. Ну вот, к примеру, война в Украине. Что для России было бы абсолютным успехом? Как думаете? Пишите в комментариях, если смотрите программу в интернете. Ну а что касается явления народу Ивлеевой, то это яркий пример не просто того, как работает пропаганда, а как она перекрашивает и переобувает. Вот, смотрите сами, что говорила Ивлеева Дудю несколько лет назад и что она говорит сегодня. На этом, признаюсь, хотел заканчивать этот и без того затянувшийся блок программы, но неожиданно на поверхность снова выскочил скрипоносный Киркоров. В эфире НТВ он обратился к бывшей жене Алле Пугачевой. И не только. Вот, смотрите сами. Я уже начал наш разговор с того, что мы немножко забыли о том, в какое время мы живем. Мы потеряли ориентиры, я лично, в всяком случае. Это неправильно. Потерял, говорит, ориентир. Вошел не в ту дверь, но теперь очень кается. Конечно, все это мы уже слышали неоднократно. Но вот что совершенно новое, это то, как обеляет Киркорова голос за кадром. Смотрите сами. Признать свои ошибки публично на всю страну может только сильный мужчина. Галкин на такое не способен. Да и вряд ли на агенту это поможет. Сравнить двух мужей Аллы Борисовны это сильно. Даже комментировать, как по мне, не стоит. Что ж, а вот теперь переходим к следующему блоку программы. Ну и если смотрите выпуск в интернете, ну найдите уже эту кнопку подписаться, поставьте лайк и живите счастливо, зная правду. Ну сразу после того, конечно, как оставите осмысленный комментарий под этим видео.